Ссылка на ханжество Как и большинству ошибок у местности, ссылка на ханжество имеет отношение скорее к риторическим уловкам, чем к логике. Будучи уличенным в несостоятельности своих доводов, оппонент вместо того, чтобы обосновывать свою позицию, начинает обвинять противоположную сторону в том же самом. На латыни такой подход получил название «ту-ква-кво», что значит «ты тоже или менее формально на себя посмотри». Однако неправота одной стороны ни в коем случае не оправдывает неправоту другой. Наиболее злостную форму этой ошибки называют «двойная неправота» или «минус на минус». В этом случае неправедное действие по отношению к кому-то используется не просто как оправдание, но как повод для неправедного действия противоположной стороны. К примеру, Коля у Васи стащил яблоко. И на этом основании Вася считает себя вправе в следующий раз украсть яблоко у Пети. По теории мы в итоге будем иметь восстановление справедливости. На практике же двух воришек. Как бы наивно не звучала подобная аргументация, именно ею чаще всего оправдываются терроризм и военное злодеяние. Но этика не арифметика. В вопросах нравственности минус на минус дает два минуса, один жернее другого. Метод ту-кваку особенно популярен в наши дни как средство контрпропаганды. Фраза «зато у нас негров не линчуют» была стереотипным ответом на любые обвинения по поводу ограничения гражданских прав и свобод в Советском Союзе. А пропагандисты Российской Федерации настолько поднаторели в этом методе в дискуссиях с западными коллегами, что стали упускать из виду контекстуальную обусловленность этого трюка. Как-то раз в интервью катарской компании «Аль-Джазира» представители Российской Федерации спросили о том, насколько законна деятельность российских боевиков в Сирии. Тот же, ничтоже сумняшись, аппарировал, а что там делают американские подразделения. Он не понимал, что в разговоре с третьей стороной эта уловка не работает. «Вы спрашиваете, правильно ли, что там находятся американцы?» переспросил ведущий. «Ну да», – последовал недоуменный ответ. «Нет, это неправильно», – сказал ведущий. Итак, повторяю вопрос. Насколько законна деятельность российских боевиков в Сирии? Крыть было уже нечем. Именно по этому поводу подхода гибких стандартов, так называемых, Иисус говорит, «Кому уподоблю род сей?» Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. И оправдана мудрость чадами ее». От Матфея, 11 глава, 16 по 19 стих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова